16-я миллионеделя городского округа Люберца завершилась визитом школьников в редакцию телеканала ЛРТ. Корреспонденты, операторы, монтажёры, ведущие показали ребятам, как создаются новости и как устроена жизнь по ту сторону экрана. Экскурсию сопровождала Луиза Игиазарян. Первая точка экскурсии – редакция телеканала. Именно здесь рождаются идеи, сценарии и тексты. Ребята не застали на рабочих местах корреспондентов. Как правило, большую часть времени они проводят на съёмках. А вот редакторы и ведущие всегда на месте. Чтобы стать ведущим, нужно для начала хотя бы очень много читать. Просто читайте вслух как можно больше, всё подряд. Газеты, книги, статьи, но самое главное – вслух. Ведущий новостей предложил перейти от слов к делу. Пригласил гостей в студию, включил суфлёр и дал задание прочитать подводки и представить, что всё происходит в прямом эфире. В эфире новости в студии Александра Азарская. Коротко о главных событиях. Сейчас у тебя пошёл шпигель, там читают шпигель, сейчас готовься работать на вторую камеру. Место ведущего по очереди заняли все. У школьников была возможность увидеть себя на экране, не выходя из студии. Волшебство хромагея произвело на них впечатление. Я впервые на телевидении. Мне очень понравилось, потому что ты чувствуешь себя уверенно, ярко и, конечно же, тебя снимают камеры. Это новый опыт, новые впечатления. Когда я смотрел новости, думал, что там совсем по-другому. Не думал, что там настолько сильно люди выкладываются, что там вообще нельзя от своего рабочего места отойти даже на шаг. То, что там вот всё прямо по полочкам разложено. Всё разложено по полочкам и в монтажной студии. Туда ребята тоже заглянули. Видеоредактор сегодня понятие всем знакомое, но на телевидении не всё так просто. После того, как материал отснят, он попадает сюда к видеомонтажёру. И как в фильмах, вы видите, то, что всё снимается клипово. Каждый кусочек, каждый неудачный кадр, он убирается и ставится красивый план. Что такое аппаратное вещание, как подаётся телевизионный сигнал и какую функцию выполняет выпускающий редактор. На телеканале ЛРТ воспитанники московской школы получили не только новые впечатления, но и знания, которые, возможно, пригодятся в жизни. Конечно, в рамках «Медиа недели» мы приглашаем к себе таких вот замечательных школьников, чтобы познакомиться с нашим творчеством. Кому интересна журналистика, можно будет раз там хотя бы в квартал нас посещать и смотреть, что у нас происходит. Эти ребята к сотрудничеству готовы. Скоро в их общеобразовательном учреждении появится школа юного телевизионщика. И такие визиты на ЛРТ станут интересными не только в познавателям, но и в профессиональном плане. Луиза Игязырян, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ.